Уважаемые товарищи, сегодня нам предстоит рассмотреть ряд важных и принципиальных вопросов экономики нашей страны. Но я вот сегодня перед совещанием подумал о том, что для разминки вам надо предоставить некоторую информацию публичную, чтобы представляли, с чего начинается обычно рабочий день у президента. Это печально, но факт. Когда-то я предупреждал всех, уверен, что и за столом сегодня присутствуют люди, которые не первый раз от меня слышали фразу «Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме». Широко разошлась эта фраза в нашем государстве, среди народа, но, как вы понимаете, я это не напрасно говорил. И я очень-очень не хотел бы, чтобы мне в очередной раз не то упрекали, не то напоминали, что перед каким-то электоральным циклом или во время его я сажусь на антикоррупционного коня. Но, правда, умные журналисты давно заметили, что Лукашенко давно, на нем уже лет 30 сидит. Я думаю, те, кто интересуется этим вопросом, помнят, что первую в истории в стране нашу антикоррупционную комиссию, в нашей стране возглавлял тот самый Лукашенко. И я не забыл, откуда я пришел. Я видел эту всю несправедливость и так далее и тому подобное. Коррупция – это ржавчина нашей экономики, я всегда об этом говорил, наносит жесточайший ущерб нашему государству, не только в экономическом плане, но и в политическом. Я это говорю специально сегодня, с учетом того, что здесь руководство нашего правительства, и я часто слышу от этого же руководства правительства, что мы где-то чего-то кого-то пережали. С Следственным комитетом Беларуси в отношении первого заместителя начальника белорусской железной дороги Дулуба по определенной статье возбуждено уголовное дело. В тайниках квартиры и загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более 3 миллионов 200 тысяч долларов. 3,5 миллиона – это пока только нашли. Железная дорога – первый заместитель, Анатолий Александрович. Он первый заместитель у вас. Что я могу думать про руководство железной дороги? В том числе о вас. Я вас предупреждал с премьер-министром. Присаживайтесь. И вы будете потом обижаться, что их там прихватили ни за что. Еще раз повторяю. Ни одного человека, правоохранительные органы и контролирующие комитет госконтроля никогда не задержали и не положили на него глаз, если нет конкретных фактов. А все люди включены в кадровый реестр президента. Это значит, прежде чем сделать в их направлении шаг, мне на стол документы. Я принимаю решение. У меня закон один. Давным-давно. Факты на стол. И вот они приносят эти факты. Я почему настроением своим делюсь. Каждое утро у меня на столе определенный стос документов о всех проделках. И я же вам намекал. Слушайте, не лезьте, не берите чужое. Не трогайте. Это не ваше. Тайной в Беларуси это не будет. Мне получилось привить соответствующую вакцину для нашего народа, который вообще не терпит коррупции и воровства. Ну вот, Белорусская железная дорога. А почему поднимают вопрос? А следом Головченко просто не изучил вопрос. Давайте вот у Барановичского отделения Белорусской железной дороги заберем колхоз. Я буду называть колхоз с Витязь. А почему заберем у железной дороги этот колхоз? Когда-то передали, чтобы они там вложились и подняли этот колхоз. А заберем, потому что у железной дороги нет денег. Так вот, 3 миллиона, если бы он в колхоз первый зам вложил, там бы не было проблем. Чего же мы заберем? И такой добрый Кораник подписывает. Да, надо Новогрудку или кому-то там передать этот колхоз. Зачем? Вы что, не слышите, что я говорю, что надо помочь сельскому хозяйству? Мы оттуда выбрали весь ресурс трудовых резервов. Надо закреплять колхозы за железнодорожниками, предприятиями и так далее. Надо, чтобы они вкладывались туда. Да люди туда поедут с удовольствием, поработают. Они бедные, у них денег нет. Почему воруют? Садитесь. Я вас категорически предупреждаю по поводу принятия решений. Вот оно, пожалуйста. Только один ворюга. Вы думаете, он один там? Ну там швед с правоохранителями разберется. Мало не покажется. Генеральной прокуратурой в 2024 году в этом возбужден ряд уголовных дел. В отношении первого заместителя, председателя Брестского обл. сполкома Зайчука. Есть такой? Есть. Он что, еще есть? Он в тюрьме уже полгода. Как в тюрьме полгода? Что он, судья уже был? Я имею в виду, идет следствие полгода. И за что? За взятку. За взятку? Так, а вы что, этого не видите? Первый ваш заместитель, ухваленного председателя обл. сполкома. Кто будет за вашими заместителями следить и контролировать? Почему он денежное вознаграждение в качестве взяток в общей сумме тысячи долларов за благоприятное решение вопроса, входящих в его компетенцию? Земельные участки, выделение денежных средств. То есть вы деньги даете. А он их делит с теми, кому вы даете. Предоставление информации о строительных объектах, сельхозных значений и так далее и тому подобное за содействие. Кто будет отвечать за это? Товарищ президент, я по этому вопросу очень, так сказать, много выводов сделал в том числе. Садитесь. 26 января этого года следственным комитетом в отношении бывшего замминистра энергетики Михадюка, человек всю жизнь отработал в министерстве. На пенсию пошел за благоприятное решение вопросов по выбору вышказанной компании в качестве подрядчика при проведении работ по строительству и конструкции модернизации восковольтных подстанций на территории Беларуси. То есть на тебе подстанцию, иди модернизируй, но ты мне дай взятку. Десятки тысяч долларов. Человек отработал, где он сейчас? В СИЗО. В СИЗО? 2 февраля этого года генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении гендиректора Вяжняка, который набрал взяток на десятки тысяч долларов. Обрыло много слышали, не буду напоминать и повторять. Привлечены на сегодня три десятка человек. Первый заместитель управляющего делами президента. Рыбко взяточный клейма ставить негде. Сидит. Я только в этом году вот некоторые взял материалы, которые мне правоохранительные органы, в том числе председатель комитета госконтроля, вываливают на стол. Ну, вы выбрали этот путь, идите им. Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо, к стенке поставим. Публично вам заявляю. Как вопросы какие-то решить? Ну, просто беда. Сам определяешь вопросы, сам ставишь задания и сам едешь, проверяешь и потом делаешь вместо вас. Последний разговор с вами. Какая бы электоральная кампания не была. Я вам уже как-то говорил иногда. Я тут особо не парюсь по поводу того, вы меня поддержите там или нет. Я договорюсь с белорусским народом. Я договорюсь, я найду с ним общий язык. Я три десятка лет нахожу с ним общий язык. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать. Спасибо. Спасибо.